Потому что они все тупые и все мудаки. Одни вальты попадаются, ну, без вариантов. А ты мудак трижды, там, короче, не суть, ты там такой мудила протоканоничный. Косячит все, а вопрос в том, как ты себя ведешь, когда ты накосячишь. А потом я стал расширяться больше, больше, ты уже перестаешь быть бро. Мама говорит, что я у нее особенный. Ребята, он меня под столом пинает сейчас, наверное, я слишком много болтаю. Я еще раз говорю, ты со мной разговариваешь, не с ними. А ты знал, что электрокотел это всего лишь электрочайник, который хоть на потолок можно налепить? Никакие нормы газовые на него не распространяются. А вот и нет. Это будет жесткий подкаст, я уже понял. А что там, смотри. Неудобно тебе тут. Можно как дома себя чувствовать? Можешь как угодно себя чувствовать. Я ждал, когда ты это скажешь. Ну, в общем, вы поняли, сегодня будет подкаст очень интересный. И, как бы, судя по этому началу, мы не хотели, точнее, мы готовились ровно 10 минут. Вот, итак, у нас первый вопрос, и поэтому вопрос, видимо, будет от тебя ко мне, потому что, ну, как бы, иначе будет не очень. Во-первых, здравствуйте, достопочтенные господа. А ты со мной разговариваешь, дебил. Ты туда не смотришь вообще, понимаешь? Я рассерялся с курицей. Ты, кстати, был уже на подкастах хоть раз? В жизни. Это твой дебют, да? Это мой дебют, да? То есть мы целочку, короче. Да, сбили, сбили на бугорочек. Поехали. Ты со мной разговариваешь, повторяю. Да. Со мной. С господами. Нет, нет, забудь свою херонику. Забудь свою вот эту вот фигню, когда ты разговариваешь с человеком. Вот подкаст это, когда мы с тобой вдвоем говорим. Да, смотри мне в глаза, пожалуйста. Ну ладно, хорошо, вкратце. Вот как так получилось, что ты создал... Я не буду спрашивать, как ты попал вообще в настройку, все такое. Это мы снимем с тобой, возможно, один день с мастером, это будет совершенно другой контент. Как YouTube-то? Чего ты это вдруг? Все тебя знают, как будни сантехника. Виталян. Виталян. Да, никто не знает, кто такой Виталий Валентинович, никто не знает, кто такой Виталий. Абсолютно. Как начиналось? Почему? Кто такой Виталян, все сразу понимают, о ком речь. Я первые ролики снимал на телефон, и позже об этом расскажу. И снимал просто портфолио, а портфолио уже вылилось в канал. Но будет нечестно сказать только так, потому что на самом деле я был нагрет, на языке блогеров это называется так, нагрет тематикой YouTube, тусовкой, там Рувим Бойко, может быть, ты знаешь, есть такой блогер, там Алексей Лысая Башка дай пирожка, Ака Земсков, ну и прочее, и прочее, там Алексей Форсмонтаж, там Колизей, да, это из тех, кого ты знаешь. Ну, на самом деле, внутри моего круга, да, внутри моей тематики инженерки, да, своя секта, свой маленький мир, и вот это все. Ну да, мы либо присоединяемся в комьюнити, либо создаем комьюнити. Это ответить на незнакомый номер. Да, отлично, да, ради прикола, давай. Здравствуйте. Внимание, система работает в аварийном режиме. Ладно, все, всем пока, ребят. Было очень приятно. Часто тебе такое звонит. Ты имеешь в виду, сколько раз за ночь, хотел спросить? За ночь, а у тебя ночью обычно такое звонят? Частенько такое случается. Это котел мне позвонил с одного из объектов. А, котел тебе сейчас позвонил? Да, да, сейчас пройдет минут 20, и мне будет звонить заказчик с этого объекта, и тогда я пойму, что это за котел, потому что я их не записываю. Ты оставляешь телефон котлу, да? На рукожопе, ну, у меня все котлы с телефонами. А, у тебя все котлы с телефонами? Да, да, все автоматизировано, все управляется удаленно, это легко реализуется, и я это реализую, и это стоит копейки, и эти копейки в первый же год окупаются. Поскольку у нас нет модератора, я им буду, видимо, я... Ребята, он меня под столом пинает сейчас, наверное, я слишком много болтаю. Я еще раз говорю, ты со мной разговариваешь, не с ними. Я не могу, я привык сказать. Я знаю, ты можешь со мной поговорить? Итак, подожди, ты был перегрет. А, да, был нагрет этой тематикой, и так или иначе, все равно, через это в том числе я зашел в YouTube. И что снял первый ролик, что было? У меня уже был на то время канал, и я туда заливал видео, которые хотел показать кому-то. Для меня YouTube был видеохостингом. Это какой год? Всего лишь. Год, наверное, десятый, одиннадцатый, на самой заре YouTube. Это еще в дозинсковскую эру. Ты такой продуманный вообще. Ну, не, на тот момент, я на самом деле, честно тебе скажу, в плане продвижения, верстки сайтов, я знаю, что HTML, PHP, я умею даже на Java немножечко высрать что-то, чтобы кнопка моргала, была в нажатом состоянии, и обратно использовать это, и верстать, и высрать собственный сайт имени самого себя со своим каким-то минимальным портфолио или чем-то. Тогда я уже это мог. То есть ты привлекал клиентов тем, что показывал, смотрите, как у меня, да, или что? Да, это было портфолио, так получилось. И при этом ты смотрел других, но свой, грубо говоря, аккаунт использовал просто как портфолио. Он был просто хостингом, чтобы залить ролик, взять оттуда HTML-код и вставить его на страницу сайта, к примеру, всего лишь. Только он для меня был в видеохостинге, я не знал, что там люди есть вообще. На тот момент, в принципе, не знал, что есть сообщество. Это позже, я потом начал смотреть в других роликах, где люди призываются на что-то подписаться и так далее. А в целом, вот в плане продвижения там и ориентирования на людей и вот этого всего. А ты же был тогда кто? Сантехник, верно? Я попал, да. Ты был сантехник в ЖЭКа. И будучи. Верно? Да, и будучи в сантехнике. То есть ты был сантехником из ЖЭКа, ты выкладывал в 2010 году на видео, хостинг-видео, чтобы залить себе на сайт. Не связанный с моей работой. На тот момент я был сантехником в ЖЭКе, это был недолгий период. Это хорошая школа, кстати, кто хочет начать. Это хорошая школа. Но недолгая, потому что вот находясь в этой среде, ну, будем честны, сантехник из ЖЭКа, вот когда у тебя засорен унитаз, ты ему очень рад. Да, да, братан, зайди без обуви, там не разувайся, все что угодно, забери все мои деньги, все без проблем. Хочешь, я тебя отсосу, там все что угодно. Да ладно, нормально, сейчас все проковыряем этим же сапогом там и уходит, да? Ты даже испугаться не успеваешь. Я недолго в этой сфере работал, но в то время я тусовался в тусовке веб-дизайнеров, программистов и людей этих профессий. И слушая то, что они говорят, волей-неволей начинаешь перенимать их опыт и думать, как они... То есть окружение решает. Да, и на тот момент я понимаю, я владею графическими пакетами, легко могу монтировать видео, делать его не стыдным. Меня спрашивают, как видео начать делать, там, как в YouTube, с чего начать? Я говорю, вот у тебя телефон в руках, в нем есть камера, и с него же и залей. Для начала это уже немало. В телефоне же и смонтирую. Сейчас все эти инструменты есть. Сейчас не нужно искать информацию, мучиться. Я по учебникам постигал графические пакеты в свое время, по учебникам бумажным, по книжкам. А сейчас ты заходишь в YouTube, и тебя там всему учат, и там они все борются за то, чтобы получить право научить тебя, завоевать тебя как зрителя. А тогда не было этого ничего. И я это постигал, общаясь с этими людьми. И ты решил сделать, давай ближе к делу, ты решил сделать. И я так подумал, раз у меня есть этот набор в голове, раз у меня есть телефон, а у нем есть камера, то почему нет? Я начал это делать, и у меня было портфолио. Я работал сам на себя, одиночка, и вот это все. Я один в этом всем, но вместе с тем, попадая в эту среду, я начал ее изучать, и дальше ты знаешь. А что сейчас-то думаешь? Вообще один в поле воин? Операторы говорят, помашите друг другу, отсосите, пососитесь. Да там на самом деле не на что смотреть. Это будет жесткий подкаст, я уже понял. А что там смотреть? Один в поле воин, даже если и один. Я так думал всю свою жизнь, до недавнего времени. У меня есть друг, Пал Юрьевич, и вот зрители моего канала, его знают, он пару раз мелькал в кадре, но он такой колоритный чувак, его прям видно, мой одноклассник. И он мне однажды сказал, Виталян, а вот ты один работаешь, и не берешь напарника, не набираешь людей, мог бы делегировать уже давно. Работы всегда было больше, чем я могу вывести. Ну, не всегда, но большую часть времени, львиную долю. И он говорит, а знаешь почему? Потому что они все тупые и все мудаки. Я говорю, да, как ты догадался, ни хрена себе. Одни вальты попадаются, ну, без вариантов. Самому себе я всегда доверяюсь. Сам вот этими руками, вот такими вот, не знаю, там, наверное, получится крупно показать, все в ссадинах, в корябках, все вот это вот все. И самому себе я доверяю. А кому-то я боюсь доверять. И в этом и проблема. Он говорит, они мудаки, все эти люди, до тех пор, пока ты так думаешь. И через это мудак ты. Ну, он как-то красиво это сказал, очень хорошо. Так что у меня это в голове мысль осталась. А в точности перефразировать я, ну, в силу своих особенностей. Мама говорит, что я у нее особенный. Ну, так сейчас ты по-другому считаешь. Сейчас, с недавнего времени, меня никто этому не учил. Я просто видел твоих людей, как они это делают. Тех, которых я сейчас вижу за кадром, и тех, которых твои зрители сейчас не видят за кадром. И я понимаю, что это охренеть. Вот так притертые друг к другу шестеренки. И четкость, понимаешь? Четкость. У человека задача, он выходит к доске, расписывает ее. Ребята, помогайте мне, давайте накидывать. То, все, пятое, десятое. И смотрю, как это делать. Так, теперь обязанности. Ты, 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 ты. Хоп, кто-то не помогает. Доска задач, наверное, там видно вот в кадре, да? Вон там. Задача выполняется, отложена, на паузе, сделана. Конвейер нахрен, и он прям лупит. И меня этому никто не учил. Я просто за этим смотрю, вижу, вижу. И думаю, не, надо, надо, надо переобуваться. Взял напарника, взял второго. О, собеседование, собеседование. Пообщался с Димой, Дима говорит, ты открываешь какую-то дверь, и за ней всегда еще несколько дверей, которые... Дима, стройплощадка. Да, Дима, блогер, автор канала, стройплощадка. Он говорит, и ты вот так и делай. Весь и с людьми всегда. Просто вот назначай по одному собеседованию в день. Просто как зарядку. Одни вальты, одни вальты. Приходит чувак с бесцветным лаком на ногтях, понял? И разжалуется мне на свою жизнь. Говорит, вообще-то я, говорит, прораб. Я работаю в конторе, которая занимается кидаловым людей. Я говорю, а как именно кидает? Типа, ну, взял предоплату и выкинул сим-карту, там, встал на лыжи. Он говорит, нет, это слишком просто, это было бы честнее. Они, короче, берут предоплату на материал, там, все такое. Привозят, короче, полтора азиата, не говорящих по-русски совершенно. И они начинают лепить какую-то дичь несусветную. Просто ничего не понимают. Они просто действия какое-то. Тетрализованное представление, где они очень плохо пытаются сыграть ремонт на сцене, понял? И заказчик, в лучшем случае, этого не сразу видит. Каждый раз, в смысле, это классика прямо у них. Да, а дальше они его начинают, короче, на допы, на всякую фигню, на деньги, 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 деньги. И в итоге выжимают из него все. А потом просто вот в лучшем случае, ну, а что ты возьмешь ОООшечки с уставным капиталом 15 тысяч? Надо фирму нанимать. Нельзя же нанять мастера. Мастер-одиночка там какой-то с репутацией. Да пошел он в задницу. Фирма, о, фирма, ни хрена себе. Наверное, гарантия какая-то, наверное, страховка там. Наверное, все круто, принимать буду там. То есть такой чувак к тебе пришел на устраиваться на работу. И вот он приходит ко мне и говорит, я, говорит, прораб. И он мне жалуется. А я сразу его выкупил по этим ногтям. И у меня сразу так. И, короче, говорю, братан. Ну, я уже понимаю, что нет, мы не договоримся и так далее. А перешаясь в событии, я ему сказал, типа, спасибо, я тебе не перезвоню, братан. Я тебе звонить не буду. А вы же говорите, спасибо, мы перезвоним. Нет, не сегодня, братан. Он мне жалуется. Я, говорит, в свой выходной день какого-то хрена должен нанимать каршеринг, эту машину, и этих узбеков перевозить с объекта на объект на своей работе. Я недовольный этим. Я говорю, что? Как ты сказал? Выходной день? Что это за слово такое? А что оно значит? Слушай дальше. Я говорю, а вот как ты себя видишь в финансовом плане? Вот в нашей команде. Нас уже двое было. Это очень интересно, я понял. Он приезжает на объект, все происходит у меня на объекте. А он прорабом тебе в соц. решил или кем? Рабочим кто? Не, не, не прорабом, просто рабочим. Рабочим. Сантехником. Да, да. Слушай, я говорю, сколько водопроводов ты сделал за свою жизнь? И каких, и где? А где он тебя нашел? Не одного. Слушай, это отдельная вообще история. Ну быстро, быстро, я понял, что мы можем два часа. Это один из заказчиков, одного из топовых электриков в Инстаграме. Ну разговор заходит на это, я говорю, ну как ты себя видишь? Он говорит, ну вот я с вами, ты меня всему учишь, соточку в месяц для начала мне ок. И тут я ему говорю, слушай, братан, вот две недели мы делаем этот объект, посмотри на него, он находится на объекте, черновой этап. И я говорю, 200 косых смета на черновые работы здесь. Посмотри на мои руки. Я говорю, блогер с двухсоттысячной аудиторией, херачу здесь своими вот этими руками, показываю ему их на фоне его рук. Я говорю, слушай, вот мы мастера, вон куча инструментов, она стоит полторы лепехи или две, вот там было на объекте. Это наш инструмент, мы его купили за свои бабки. Мы две недели здесь работаем, две сотни зарабатываем на двоих. И теперь из этих двух сотен, сотню мы должны отдать тебе, братан, за то, что ты тут подметаешь, в лучшем случае. И то там, не знаю, может быть ты МГУ заканчивал, а это значит, что тебе надо показывать, как подметать. И после этого остальное мы должны поделить на двоих. Я говорю, ну как ты себе это представляешь? Он такой, да, теперь я уже не вижу себя в вашей команде, типа того. Ну вот как-то так вот. Вот, я говорю, ну мы тебе не позвоним, спасибо, братан. В общем, ну я очень вежлив был, честно скажу. Я ни разу не назвал там его плохим словом и так далее. Ну реально валет получается. И он просто... Что такое валет, проясни, пожалуйста, я просто... Ну нехороший человек. Человек, не понимающий, где правый берег, а где левый. Отвечая на твой вопрос, да, команда я или нет, сейчас нас трое, но будет больше. Потому что я насмотрелся на Рувим Адамовича и его команду. И кто-то сейчас в комментариях захочет написать, что вот с этим тайм-кодом я прилюдно лососнул тунца у Рувим Адамовича. Неправда, не надо так писать. Это заслуженно. Это правда. Ну в смысле не правда, а в смысле... Виталий, я это не буду. Не умею я брать просто. Я это не буду, я сказал, я не буду это вырезать. Да мы потом вот так чик сделаем. Слушай, хорошо, хорошо. Я же не шлакать буду, истерику закачиваю, куда ты денешься. Я понял, ни хера, все равно ничего не вырежу. Полгода с ним работаю, все вырежет нахуй. Смотри, кстати, да, мы не так давно знакомы, но у нас продуктивно. Нет, знакомы мы достаточно давно, а вот работаем по роботу. Это заочно, заочно, заочно. Вот на протяжении полугода. Настает время, когда вот я работал когда-то, я брался за всю работу, которая только была. Вот вообще любую, пофиг. Потому что, ну, что нужно делать. А потом настало время, когда заказов, как ты говоришь, стало больше, потом еще больше, потом еще, еще. И тут ты можешь выбирать клиентов. Расскажи, как ты выбираешь. Ты, у тебя же это стадия стопудов есть сейчас. Да. Как вот, где вот это вот, когда ты понял, вот с ним буду работать, вот почему? Слушай, я бы показал сейчас свою электронную почту рабочую. И вот людей, которым я не отвечаю или сразу говорю, ну, ребят, до следующего Нового года, сорян, ну, без... Это я понимаю, нет, ну, а как ты, где критерии вот эти, то есть как понять, что это вот нормальный клиент? Это же уже у тебя навык. Ну, это прямо психология, потому что есть люди, с которыми лучше не иметь дела. Например, человек, который заводит разговор сразу о деньгах. Сколько стоит водопровод в квартире? Мне отопление в доме надо сделать, сколько стоит? Сколько стоит, мне надо сделать отопление в доме? Отлично, это да. Да. Я говорю, ну, блин, надо посмотреть для начала, смотря в каком доме, смотря в какое отопление. Ну, понимаешь, это... А сколько стоит машина? Смотря какая машина. Ну, нормальная такая машина. Ну, нормально так стоит. Понимаешь? И вот из этой же серии человек, который заводит разговор сразу о деньгах, я понимаю, что, ну, нам с ним не по пути, скорее всего. Может быть, он там тысячу раз красавчик, но вот у меня почему-то сразу хоп и сразу обрубается это всё табу. Сейчас будут говорить, что я зажравшийся кот в комментариях, там, что офигевший, там, и так далее, что на дворе кризис, и так далее. А кризис, на самом деле, ну, вот я его не ощущаю, честно скажу. Да, я зажравшийся кот, вот что хотите, кидайтесь в меня помидорами, там, в комментариях. И тухлыми яйцами обязательно. Ну, то есть, вот эти все всякие истории 24-го числа и прочее, они не повлияли на работу мастеров никак? Вообще никак. Вот с 24-го числа у нас было двое, сейчас трое. И я расширяюсь и намерен расширяться впредь. Часто пишут люди там. Ну, ты же видишь, ты вот для аудитории такой свой, братишка, прям, бро-бро. Я тоже, у меня была такая стадия, а потом я стал расширяться больше и больше. Ты уже перестаешь быть бро в этот момент. Ты нет, ты нет, ты нет. То, что зажравшись, это понятно, я увидел сразу еще, когда ты, конечно, приехал с кальяном без углей. Никто же не знает эту историю. Короче, не было углей, решили кальян покурить, углей не было. А я знаю, что у Рувима рядом, у Рувима Адамовича база. Звонили, говорю, мы к вам едем с кальяном без углей. Я знаю, что ты кальян любишь курить. Ну, уголь по-любому есть. И вот мы так приперлись. Да, в 2 часа ночи, или во сколько, ну, плюс-минус. Не, ну не в 2, мы же не отбили, где-то полу второго. Ну, где-то так, да. Вернее, ебануто, ой, извиняюсь. Не психи какие-то. Мы сейчас не будем говорить про индустрию, про что будет с индустрией, я про это уже говорил. Что с тобой через 2 года будет, как ты думаешь? Загад не бывает богат. Интересно. Я тебе не скажу. Загад не бывает богат. Ну, примерно. Я понял. Не будешь... Ну, ты знаешь, на самом деле, вот я тебе что скажу. Новый год, перед Новым годом жизнь крутой поворот дала. И сразу после Нового года я себе поставил гештальт. За этот год добиться этого 5 и 10. Вот сейчас, на сегодняшний день, июль месяц, гештальт закрыт. И первое, второе, пятое, десятое. И сейчас я на 18. А, знаешь почему? Потому что ты умеешь ставить цели правильные. Это же важно, это вот путь такой очень важный. Да. Ну, то есть, если ты же за себе яхту загадал, ну, очень сомневаюсь, чтобы это получилось. Да нет, но это шутка была, конечно же. Какая там нахрен яхта? Самолет нахрен. До 100 метровая, да. Зачем мне эти промежуточные этапы? Обнаружена авария котла. Перекур, да? Не обязательно, нормально. Нормально идет. Самый распространенный вопрос мне. Какой меня вопрос заебал уже? Какой у тебя вопрос? Как стать Витальяном? Как стать блогером? Как стать Витальяном в плане, да, блогера. Никак не стать Витальяном. Есть хороший рецепт, да. То есть, вопрос у нас такой, как стать блогером, да? Да, вот прям отличный вопрос. Как стать блогером? Только мне его неправильно задают. Мне спрашивают, какую камеру купить? Не в камере это дело. Какую камеру купить? Слушай, нет, подожди. Андрюш, включи, пожалуйста, телефон. Сними нас на телефон. На свой телефон. У тебя телефон в руках. Возьми вот эту свою балалайку и сними нас на телефон, на свой, чтобы файл у тебя остался. А ты еще раз задашь мне этот вопрос. А ты снимай на телефон. Как стать блогером? Горизонтально снимай, ебаная ты чекуля инстаграмная, блять. Мы это не будем все равно вырезать. Да мне похуй. Ну-ка, вот и все. Поехали, отвечай. Как стать блогером? Как стать блогером? Андрюша тебя снимает уже. Задают вопрос часто, неправильно. Спрашивают, какую камеру купить? Вот типа камера сделает из тебя блогера. А это типа офигенная тема. Дима, стройплощадка упоминаемая уже, да? У него ролики, миллионы просмотры, два миллиона, два с половиной, три миллиона, четырех, пяти миллионные ролики есть. Все до единого сняты на телефон. Были. Пока он не познакомился со мной. Слушай, подожди. Он сейчас на крутую камеру с насосался блатных корней, так скажем. Вот. А они не набирают. И вот самые топовые ролики на телефон были сняты. Самый, один из самых жирных роликов по полипропилену был снят на телефон за день. За один день мы его сняли. Для сравнения, другой ролик, набравший примерно похожее количество просмотров, мы снимали полтора месяца. И вот что нужно зрителю, вот как блогер, попробовать решить? Какую камеру купить? Так не в камере дело. Смотри, нет. Не в камере. Это любой блогер скажет тебе, что не в камере дело. Не в камере дело, и что на телефон охрененно снимать. Причем ты возьмешь и вот на эту камеру, которая на себяшка, да? Как она называется? Фронтальная. Операторы есть тут операторы? Вот. Короче, не в камере дело, но вместе с тем, вот мы сейчас вот в это вот микрофон, да, мы говорим, чтобы чувак по кайфу было слушать. Он сейчас не смотрит, скорее всего, вот примагнитил этот телефон в машине и слушает фоном, как этот ASMR, да? Или вот камеры сейчас на меня смотрят. Смотри, я сейчас хлопнул в ладоши так, хоп, и звук пишется с телефона. Ты же снимаешь на телефон? Ёб твою мать. Ну, это вот проблема. Какой ТЗ, такой и результат. Сказал, блядь, включи телефон, снимай. Нет, подожди, ну ты не знал, сколько он же включил? Ага. Мы так, какой ТЗ, такой и результат, понимаешь? Ладно, окей, вы в этом месте должны были видеть дерьмовый кадр с телефона и звук с телефона, и как бы это всрата выглядело. Но вы этого не видите, и вы видите качественную картинку, потому что оператор... Нет, не стараюсь. Нет, ну мы вставим, он же что-то снял. Только я-то говорю сейчас нормальным голосом. Псюки, псюки ему, вот леща прям, она отмашь. Прям псюки так, чтобы... Больно не надо делать, а просто чтобы унизить. Давай, чтобы он вот так голову втянулся. Да, короче, отвечай на вопрос, да, блогерами не становятся, блогерами раздаваться. Не камера делает тебя блогером, а ты делаешь себя блогером, используя камеру в телефоне. Ну то есть вот это вот, я неинтересный, нечего же все сняли, я такой никак, Виталян, никогда не буду харизматичный. Нет, вот, кстати, у Димы проблема, сантехники не хотят сниматься на его канале, типа, о чем мы после Виталяна еще расскажем? А мне много у кого, много чему есть научиться. Да. Блогер делает себя, используя камеру телефона. Ну, это всратый уровень, я снимал себя на телефон и орал в камеру для того, чтобы меня слышали. Ты орешь, да, ты прям... И там первая твоя серьезная покупка, братан, у тебя блогера, новоиспеченного, это вот сюда втыкающийся микрофон, вешающийся на шею, не камера важна, а микрофон, вот эта балда здесь перед лицом, култыхается. И это гораздо важнее, чем картинка. Да, это свет, это камеры, профессионалы состоят из мелочей, и вот из этих мелочей все складывается. Да, но ты-то, блин, первый раз это делаешь, и какой из тебя спрос. Контент важно, самое важное, что ты доносишь. Да, да, важно, что ты доносишь. А тебе есть о чем рассказать. Так возьми и сделай это, что тебе мешает. Камера в телефоне... А если я неинтересный? В смысле ты неинтересный? Ну вот если я неинтересный. Ну вот так. А знаешь, как у меня... Хочу быть блогером, но неинтересный. Я некрасивая. У тебя что, секрета нет, что ли, какой-то? Ты не можешь рассказать секрет? Есть фотомодели, там снимаются, а я некрасивая. А мой братишка младший сказал, если есть у бабы рот, значит баба не урод. И здесь вот ровно та же формула работает, понимаешь? У меня есть рот... Ну я, правда, неудачный пример, ладно, все, давай, переснимаем. Расскажи фейл какой-нибудь, что тебя накосячил максимально? Где вот было, прям вот было, понимаешь? Слушай, работа в команде отличная, вот, кстати, хороший вопрос. Да это не работа в команде. Команда работает. У меня Саня, напарник. Саня, ты увидишь это, братик, поставь лайк себе. Вперед шуруповерт Милуоки, хороший, мощный, самый жирный. Первый приехал из Америки, я его сразу... Приезжаю к челноку к этому. Про это надо поговорить, ладно. Приезжаю к челноку к этому. Все знакомые лица на следствии, к нему приезжает этот контейнер, он всех обзванивает, говорит, сейчас я тут разберусь, завтра приходите. Прихожу, все рожи знакомые, весь цвет. Ну да, больные. Ну, они психи эти Милуоки. Короче, этот шуруповерт мощный, ледобур, блин, вот этот, он берет, ставит коронку, а там столешницу надо пилить, которая там, ну, из какого-то пропитанной эпоксидкой какой-то. Короче, коронка дымится, мат-перемат, ничего не идет. И он ее, короче, просверливает, и в последний момент у него застревает, эта коронка клинит, и этот шуруповерт наматывается. Ну, он с отключением, но он отключился после того, как он этим аккумулятором 12 амперным в зеркало херанул. И вот здесь вы сейчас видите эту фотографию с этим фейлом. Короче, разбили стекло. Разбили зеркало. Самый большой фейл. Разбили зеркало состаренное, дорогущее, капец, а там панно из этого зеркала. А мы разбили один кусок этого панно. И теперь хорошо, что это на объекте, вот Леночки, моей жены, происходило. И у нее чертеж до миллиметра есть этого зеркала. И как бы всего лишь три недели надо подождать, и он потом с этим зеркалом, как обосный, поедет его вклеивать. Ну, не суть. А перед этим я ему говорю, надень рукоятку, держи его двумя руками. Это шуруповерт, он мощный. Не надо тебе такой здоровый кирпич, аккумулятор. Возьми поменьше, чтобы легкий был. Поставь трещотку, мудила на шуруповерте. Все до единого люди, мудаки, все, кому я давал свой шуруповерт, когда-либо, какой-либо, всегда возвращали мне его с включенным режимом сверления. Вопрос, что он делал этим шуруповертом, перед тем, как отдать мне, когда он у него стоял на режиме сверления. Наверное, гипсокартон крутил, да? Да, да, крутил гипсокартон. Трещотка на шуруповерте не существует для людей, оказывается. Всего лишь надо ей пользоваться. Вот так вот ее берешь и крутишь. Смотрите, вот показываю вам всем. Вот так она крутится. И все. Всего-то. И да, вот фейл. Причем сказал одно, другое, третье. Он все три. А у тебя же особая любовь к инструменту. Вопрос не в том, понимаешь, еще косячит все, а вопрос в том, как ты себя ведешь, когда ты накосячишь. Не-не-не, вот про инструмент, про комплект инструмента расскажи. У тебя же, наверное, хороший комплект инструмента. Я сейчас от тебя не вникал. Я видел, что там дофига что есть, но... У меня жирные инструменты, поэтому я не рекламирую никогда инструмент на своем канале, потому что, чтобы я не рекламировал, оно всегда хуже, чем то, что есть у меня. Но мастер, хороший, достойный уважения в моих глазах, часто использует инструмент, сделанный своими руками. Вот это высшее. Тебе мало... Ну, понятное дело, что шуруповерт ты сам себе не делаешь. А вот трубогиб там, вот я себе сделал шикарный, офигенный. Люди срисовали и повторили, и они красавчики. Или, например, мастерство. Мастер, а в чем твое мастерство? Вопрос, да, у классной. Есть такой чувак, Иван Трепнер в Ютубе. Прорекламирую этого чувака, с твоего позволения. 200 подписчиков у него в канале в Ютубе. Он снимает постоянно, долбит, фигарит, ждет, когда его наконец-то заметят. А я за ним слежу постоянно. Всегда... Заметят, рано или поздно. Если не остановится, заметят. Рано или поздно, заметят, потому что ссылку в описании ты оставишь на этого чувака. Он охрененный чувак. Ты сейчас проникнешься, проникнешься. Он берет котел висмановский, немецкий, собранный в Турции. Покупает его с помойки у мастера по ремонту котлов. То есть с него снято все и поставлено все убитое. Это труп трупа, прям просто вот угандошенный. Там ничего живого в нем нету. Ничего. Понимаешь, это донором он был. Как у меня есть котел такой, Терпила, Электролюкс. Мои местности любят их. Я его называю Терпила, он как донор, короче, для всего. Короче, суть в том, что он берет этот котел убитый и его ремонтирует, и потом говорит, котел стоит столько, моя работа по его ремонту столько, запчастей настолько. Итого я сэкономил только что тридцатку. А это было в прошлой жизни, после спецоперационного периода. Тридцатку он заработал просто потому, что он это умеет. Потому что может, понимаешь, выгоду извлек. День работы, это то, что пятое-десятое. Котел стоит столько, а у меня тот же результат, только вот в два конца дешевле. И я такой думаю, вот это мастерство. Вот это мастерство мастера, понимаешь? Он сэкономил время, деньги, используя, имеет оборудование. А через сколько такой котел навернется? Имеет оборудование, имеет ресурс. Ну просто вот я считаю, что такой котел может навернется через три дня, и тогда скупой платит дважды, а то и трижды. Ты не понял, он объясняет, что именно он с ним делает. Он промыл теплообменник, первичный, вторичный. Насос там был кончен. Ну есть такой понятие износ металла и прочее, прочее. Я на такие штуки мало верю. Нет, ты не знаешь, как устроен котел. Там очень мало механических частей. Но не суть. Короче, суть в том, что я это вижу, я понимаю, что он вещь сделал. Реально вещь. Ну это я понял. Не вникай просто в технические, мы сейчас не о технических нюансах. И вот в этом мастерство мастера. Имеет оборудование, имеет знания одно с другим и пользуется этим, извлекая выгоду. И делая тебе, как заказчику, ништяк и себе. Вот это вот вообще высший пилотаж. Вот красавчик. Не накупить всего самого дорогого и налепить на стену криво, а есть такие, не буду называть. Это отчасти. Это не есть мастерство. Хорошо. Вот это была его работа или это, ну это же, вот знаешь, вот есть бизнес, есть работа. Есть что-то еще. Вот это было что? Это была его работа или это было его хобби, да? Вот, ну. А, нет. Вот у тебя есть хобби, кстати. Нет, он монтажник. Ну это хобби чинить котлы, блин, это же не бизнес, это хобби. Он просто взял это и сделал на камеру. Это ремесленничество. Он сделал это на камеру, просто шоу. Показал, как устроен котел, как его ремонтируют. А у тебя хобби, кстати, есть? Рассказал это все и сделал. Ну, YouTube. YouTube это хобби. О, я хотел этот ответ услышать. YouTube это хобби. Да. То есть, получается, ты свое хобби превратил все-таки в бизнес. Ну это, знаешь, это вот… Любое хобби так превращается или не любое? Возвращаясь к теме… Вот у меня любое хобби я превращаю в бизнес. У меня хобби превращать что-то в бизнес. Короче, как стать блогером, да, возвращаясь к этой теме. Да нет, не хуйка. Подожди, подожди. Вот у меня всегда такое было. Я блог вел на Яндексе. И оттуда читатели моего блога меня помнят спустя десятилетия и узнают. О, это же ты. Я тебя помню. Я читал тебя на Яндексе. Прикинь, а я тогда текстовый блог вел. Ну, знают, как я выгляжу, потому что оно было с фотографиями разбавлено. С той же самой, да? У тебя же одна фотография. Ты ее не менял ни разу, да? Да, конечно, я же сам не меняюсь. Я же не старею. Я как этот Дориан Грей, понял? Ну, то есть ты… Там картина висит, она обосная. Ты поставил фотку? В каком году ты поставил фотку? Ну, ты слушай, знаешь, а вот какой смысл ее менять? Вот объясни мне. Ну, не знаю. Она узнаваемая. Что еще надо? Смысл юзерпика в том, чтобы тебя по нему узнавали. Юзерпик – какое-то слово такое. Юзерпик. Ну, я же тебе говорю, я в свое время насосался блатных корней. И это как интуитивно понятный интерфейс. Ты слышал такое? Смотри, ты берешь свой телефон, у тебя тут иконки. Ты не читаешь, что это радио. Ты по иконке его узнаешь. И на него тыкаешь, и ты узнаешь, что это радиопочта, это конвертик. И первое, что возникает в твоем ассоциативном ряду, когда ты видишь вот эту рожу, ты понимаешь, что надо насторожиться и там что-то. То же самое. Это интуитивно понятный интерфейс. Нет смысла в том, чтобы менять его. За какой смысл? Я же не инстаграмная чекуля, которая губы свои в разных позах. Если ты, ну, если, окей, если это есть в этом смысл какой-то, я соглашусь, давай поспорим. Но я считаю, что это не нужно. Наоборот, это, считаю, в обред будет. Чтобы вы понимали, у него очко горело из-за того, что у меня всратая фотография. Он мне говорит, пришли фотку для презентации, а я ему ее и прислал. Ладно. Я тебе сделаю нормальную фотку. Возможно. Елена Александровна сказала, что она над этим поработает. Над твоей фотографией? Да, у нее куча подруг, с фотографами, которым нехреном заняться, короче. Поработала над твоей обувью, шнурки забрала у тебя на всякий случай, да, чтобы, короче, не это самое. Это модные ботинки, называются Оксфорды. Ты не шаришь. Это такая мода. Я понял. А у Рувима в команде все такие, ты что, в обезьяннике сидел, с тебя шнурки сняли? Они знают, что если ты садишься в обезьянник, с тебя снимают шнурки, ремни и вот это все. Понял команду у тебя по-доброму? Да, да. Никто не задал этого вопроса. Я знаю, я знаю, да, я знаю. А почему в обезьяннике шнурки? Чтоб ты не вздернулся. Кто не знал, что вот я вам рассказываю. А не то, чтобы я об этом знаю, мне они рассказали, эти маргиналы, короче. Все, аптекай. Теперь он такой. Сейчас мы вот это вот так и вырежем. Слушай, я не хочу суперглубокие просто вопросы, очень много глубоких вопросов, поэтому мы слишком далеко уйдем. Слушай, вот ты говоришь, смотри на тебя, а я почему-то всегда смотрю на камеры, на зрителей. Ну, мы же, в первую очередь, для зрителей это делаем. Давай совет дадим чуваку. Нет. Чуваку совет. Совет чуваку, который сейчас это смотрит. Вот он 30 минут, наверное, прошел. Он 30 минут своей жизни потратил на тебя, Бестолыч, ты такая. 30 минут своей жизни, которые ему теперь никто никогда не верит. Ты хочешь что-то сказать человеку в камеру? Давай посмотри в ту камеру, вот в ту. Ты должен что-то обыграть. Вот в ту, которая тебя снимает вон та, вон та, да. Вон прям в ту смотри. То есть не в ту, не в эту. Охрененный совет чуваку. Давай. Вот в ту. Чувак, скажи, чувак. Так, братишка, братан, братик, совет тебе добрый. Не зацикливайся в своем цикле, так вернее сказано. Смотри. Ничего себе, ты философ прям. Нет, смотри. Я перед тем, как попасть сюда, увидел кусочек подкаста с мастером, который маляр тут какой-то был, чувак. Я его не знаю, честно. Он просто не в моей сфере. Он, я так понял, какой-то известный, там, вор большой. Он очень аккуратно выглядит, в отличие от меня, бомжа. И я такой думаю, блин, а вот если бы этот чувак продолжал бы быть маляром, а он же сейчас не маляр, он там вор большой. Он маляр. Да. Ну, он маляр, а работающий в команде, и у него команда маляров. Ну, не так. Ну, не суть, короче. У меня сложилось такое впечатление. Вы похожи. Я его не знаю, короче. Вы похожи. И суть в том, что, смотри, вот ты маляр, да, и вот ты шлифуешь эту стену, и ты смотришь на белые стены, и ночью ты спишь, и у тебя вот это вот, и белые стены тебя окружают целыми днями. И тебе надо время от времени вырываться из этого и попадать в какое-то новое что-то. То есть это вообще не только о профессии, а вот об информационном поле, которым ты себя окружил, понимаешь? О чем-то, что тебя окружает. Потому что ты сам есть то, что тебя окружает. И надо менять это для того, чтобы себя как бриллиант... Ровно половина от своего окружения. Смотри. Во всем. Да. И вот смотри. Вот Дима с дверями. Открыл дверь, за ней еще несколько дверей, и, вероятно, какая-то из них откроется. И чем больше ты откроешь, тем больше ты видишь. Чем больше людей ты познакомишься, тем больше у тебя возможностей будет. И так далее. Это как история... Ты знаешь оператора, да, с Димы, с канала «Стройплощадка»? Я знаю. Я расскажу ее, пожалуй. Расскажи. Офигенная история. День строителя, прошлый год, ровно год назад, а мы снимаем сейчас это, ребят, за месяц до этого Дня строителя, который будет там со дня на день, вероятно. Я не знаю, когда это видео выйдет. Ну, короче, анонс этого... Это видео раньше выйдет, Дня строителя. Анонс этого мероприятия ты, братан, не пропустишь, потому что подписанный колокольчик стоит не будет. Ну, не суть. Короче, значит, я напомню, что День строителя в этом году. И вот прошлый, прошлогодний День строителя... Я пошел, купил билет и пошел туда просто потусоваться. Меня никто туда не звал. Я просто со своей рожей пошел туда. Почему я этого не пропускаю? Типа, я блогер, меня профессия к этому обязывает. Я не брал с собой камеру. Я ничего там не снимал. Я просто пошел туда кайфануть и просто развлечься. Ты купил билет. Да, да. Я просто купил билет, и меня туда не звал. Я тебя не звал. Да, я просто приперся от своей наглой рожи. И Дима-младшенький мы его зовем. Почему мы его зовем Дима-младшенький? Потому что он два на два. Там такой шкаф огромный. Там такой верзил. Дима не маленький. Дима-младшенький. Дима-стройплощадка, он не маленький. Да. Вот теперь он маленький. А тут мы садимся в такси, короче. Он садится. Мы всегда для него переднее сидение. Отодвигаем его до упора. И сзади сажусь я, потому что больше никто не поместится. И он садится, и машина вот так на бок наклоняется. И я таксиста говорю, это, говорю, мой младшенький. Вот. Ну и, короче, через это такое у него прозвище. И вот Дима-младшенький немного подвыпил. Пошел туда один потусить на этот день строителей. Так же, как и я. И Дима с канала-стройплощадка тоже туда пошел. Мы не сговаривались. Мы там встретились. О, Диман, туда-сюда. И как-то мы разбрелись. То-се. Я там нашел там чуваков. Меня там узнали побазарить. То-се на общую тему и так далее. И вот Дима сидит там за столом, подбухивает. И к нему Дима-младшенький подсаживается и говорит, Диман, возьми меня к себе монтажником. Хочу электромонтаж делать. У меня нет клиентов, а я хочу работать. Или что-то там. Ну, пристрой меня куда-то. Он говорит, а сколько ты сделал объектов за свою жизнь? Он говорит, один. Один объект. Он говорит, не, ну, братан, как бы, ну, без обид. Вот сразу тебе скажут. Ну, нам просто не по пути. Просто, ну, опыта наберешься. Без Б там все. Вот. Ну, говорит, ты посмотри хотя бы фотки. Он берет свой самый главный инструмент, в котором есть камера, та, другая, все есть. И на своем этом телефоне начинает ему показывать, что он сделал. А там такая аккуратная работа, которую он, он в жизни ни разу не видел. Перегрет жертва Ютуба, да? Да, он жертва Ютуба. И, на самом деле, я видел, когда я его работаю, я охреневал, блин. Я в свою телеграм-канал сразу снимать там и так далее в телегу. Ссылка на которую в описании. Вот, короче. И вот он говорит, ни хрена себе. Они обмениваются номерами. Проходит почти год. Больше полгода проходит. Случается Украина. Случается эта фигня. У того совсем нету работы. Отключается монетизация Ютуба. И Дима решает, что щиты надо расширять. К тому моменту они уже не вывозили, не успевали. И он вспоминает про Диму Младшенького и звонит ему. Он говорит, как ты вовремя мне, братик, позвонил. Конечно же, сейчас я приеду. Приезжает и начинает собирать щиты. Но недолго. Он собирает их меньше двух недель. Недели-полторы он их собирал. А потом в процессе этих полутора недель выясняется, что у него художественное образование и что он оператор. А Дима потерял оператора как раз в этот момент. И теперь оператор стройплощадки Дима Младшенький, который просто пришел бухнуть на День строителя год назад, а теперь он оператор стройплощадки. Прикинь, канала, которого там полмиллиона подписоты скоро будет. Ну, так в жизни все и устроено. Да, а почему? Потому что он не остался у себя на объекте подрозетник доковырять, который у него недоковыренный может быть или что-то. А такой думать, нет, День строителя, мой праздник. Вот сегодня сам Бог велел вырваться. Я тебе сейчас объясню, объясню. Как я это вижу все. Когда я, короче, стал снимать видосы и вообще делать, мне стали шпунять мои, типа, ну, мое то окружение, вот то мое, мое то, как это было. Типа, Рувим, ты что, ты рассказал, как штукатурить, ты рассказал, как кто-то без работы будешь. А меня чуть не побили. Это серьезная фигня. Но знаешь, в чем прикол? Что, короче, эти люди не просто остались там же, это ладно, бог с ним, до свидания. Огромное количество людей, и они, знаешь, что звонят, и говорят, слушай, а сколько у тебя стоит? Это был их главный самый вопрос, а по чем? То есть люди не знают даже, сколько стоят работы. Да, да. Это, знаешь, прийти, помериться пиписьками, понять, что ты не так уж и плохо, или наоборот, что надо что-то с этим делать. Тебе есть с чем сравнивать, понимаешь? Когда ты хочешь знать себе цену, ты должен отталкиваться от чего. Потому что интернет, он слишком, ну, мусорный. Ты не понимаешь, найти что-то в интернете невозможно. Любой чат сантехников, когда заходит речь за какой-то крупный подряд, там все сразу такие охренеть прорабы, там тысячу миллионов, там у них рабочие силы, там все у них там схвачено и так далее. А я читаю и вижу, что он пишет с ошибками, и я понимаю, что он написал это со своего кнопочного телефона, лежа в раскладушке прямо там на объекте. Но мы все через это прошли. Кто не спал на листе пеноплекса, блин, на голом бетоне, на сыром бетоне, и не чувствовал, как он из тебя жизнь прям всю твою, всю твою жизнь, все твои соки высасывает, саму душу твою нахрен забирает этот бетон сраный. И все через это прошли. Я не хочу сказать, что типа он бомжара, там фу, таким быть, а я там мелоки себе купил, шуруповерт из зеркала разбил. Я и покупал себе, грубо говоря, мелоки или другое. На раскладушке, кстати, если что. Так вот, вырываться из окружения, из своего пузыря, да, не постоянно шлифовать белые стены. Ты не робот, ты не машина. Меняй, периодически пользуй свое зрение. Поменяй белую стену на серую, к примеру, завтра. Другого цвета, какого-то там кремовые оттенки, цвет фуксии. Я для себя недавно открыл. У меня жена. Цвета я не представляю. Цвет фуксии, да? Простите меня за это, да. Цвет фуксии, это, наверное, я бы, а какой это цвет? Короче, не суть. Суть в том, что надо вырываться из этого окружения. И да, День строителей, ребят, в этом году, ссылка там, не знаю, но в описании, наверное, скорее всего, после Дня строителей выйдет. Нет, раньше выйдет. Ну, значит, ты все пропустил, братан. Значит, ты не как Дима младшенький, а ты как тот маляр, который кроме белых стен в своей жизни ничего не будет. Он потом оглянулся назад в конце жизни с седой бородой и с седым всем, что там обычно седое. И понимаешь, что ему нечего вспомнить, понимаешь, как минимум. А это уже кое-что. И получается, что надо идти на День строителя, да. И вот теперь, вот теперь, ребят, надо писать вот этот тайм-код и говорить, да, Виталян лососнул тунца у господина основного бенефициара, потому что вот это... Расскажи про бенефициара по-братски. Расскажи эту историю. Да что ты про нее рассказываешь? Это было вообще топ. Слушай, ну, на самом деле, он меня просто... Он же будет смотреть, твой друг. А у меня... Это мой лучший друг, наверное. Да, твой лучший друг, да. Но ты знаешь, на самом деле, вот кроме шуток, все мои ребята, мы все приобщены. Мы едем где-то на машине, это просто... Люди не понимают, блин. У него скорость... Он восстановил свой канал, и он до сих пор вещает, но там, короче, не суть. Мы ставим скорость Х2, потому что он очень медленно говорит, он очень косноязычный. Скорость Х2. И ты просто лепишь телефон на этот, на магнитик, и как радио его слушаешь. Он очень много матерится. Просто это, ну, когда кто-то женского пола там находится в машине, ну, это вообще табу. Не вариант. А вот так просто поугарать там. Ой, короче, это было личное. Вот он просто задел человека. Я знал, он мне по WhatsApp звонил, человек, который сделал добро, да. Я знал, какого труда ему это стоило. А этот взял и обосрал, и назвал его там нехорошим человеком. Сейчас на него куча людей подпишется. Это за дело. Слушай, так он, короче... Да отпускай подписываться, мне очень насрать. Слушай, прошло... У него там порядка трехсот подписчиков, он их спрятал, не показывает. Короче, прошло порядка... Он там на журнал «Бригадира» нападает, там нашел тех, кто на него реагирует. Они начали на него реагировать, накидали ему страйков. Ютуб заблокировал ему возможность загружать видео в течение трех недель. А он каждый день их выкладывал, понимаешь? И тут проходит три недели, и через три недели вот это. Сейчас я тебе покажу. Ну и в таком духе еще 25 минут и 59 секунд, понимаешь? Вот ты включаешь его просто как радио. Это просто... Вот знаешь... Это супер реклама сейчас была. Это я не представляю. Это просто минута славы, я бы сейчас называл. Не, минута славы была тогда, год назад. Но там, понимаешь, порядка двухсот человек в сообществе, да, там не было у меня на тот момент телеграм-канала, но была группа в WhatsApp, там, сформирована в честь этого, чтобы ты понимал. И там люди просто кипятком. Вот так и нужно стать блогером, да, видишь? Это жесткая вообще фигня. Вот чувак же стал блогером. Он просто взял телефон, он себя не показывает, он показывает, снимает стену, просто вступую в стену. А себя нужно показывать? И просто говорит себя. Ну не обязательно себя показывать. А вообще, слушай, знаешь, что? Я все понял, главное, все понял про YouTube, понял про это. Слушай, ну, жанр «говорящие руки», он на той, так и называется, таким жанром, он есть. Куча людей нас смотрит, да, ну, грубо говоря, там, молодых пацанов, вы повзрослее и так далее. Уж раз ты разговариваешь с аудиторией, ну так расскажи, вот что нужно, чтобы стать, вот многие люди хотят стать, там, строителями, там, то, все, вот какие навыки, как ты считаешь? Именно для того, чтобы, ну, зарабатывать, чтобы этим зарабатывать деньги. Если мы говорим про сантехнику, давай вот, я думаю, у нас много сантехников смотрит сейчас, аномально, много для моего канала. Ну я ссылку дам на это, безоправильно. Как стать сантехником? У тебя есть ссылка, как стать сантехником? Нет, смотри, как стать сантехником, тебе в любом случае надо учиться. Ну, то есть, какой путь вообще? Вот как сейчас? Как вообще становятся мастерами? Давай так, вот такие, становятся мастерами в Российской Федерации. Смотри, вот у меня был очень долгий путь. Я в ЖЭК пошёл за опытом, не за деньгами. За деньгами ты туда точно не пойдёшь. Если ты пошёл туда за деньгами, то ты индюк как минимум. Печальный просто, понимаешь? У тебя просто все печально. Если ты пошёл в ЖЭК за деньгами. Я не знаю, откуда ты должен пойти в ЖЭК, чтобы пойти туда за деньгами. Перед этим тебя посылали, и ты туда пошёл, чтобы оттуда вернуться в ЖЭК за деньгами. Я пошёл туда за опытом, чтобы его получить. Потому что он был тогда, ну, учебники. Понимаешь, очень тесно пересекается теория с практикой. Я знаю очень много теоретиков, которые практического навыка не умеют. И через это они мертворождённые, вот как мастера. Они не способны. Он знает об инженерке всё. Не буду фамилии называть. Ты понимаешь, о ком я говорю? Человек в белом халате. Не надо. Короче, он шикарный инженер. Он классный. Он теорию знает, как свои пять пальцев. Окей. Но скилла у него нет. Он лён не намотает на трубу. Он смеситель у себя дома не поменяет. Ну, не так всё плохо. По-человечески не поменяет смеситель. Короче, суть в том, что... Ну, там всегда будет какая-то боль, какая-то херня. Что-то всегда пойдёт не так. И вот мой путь, да, все начинают, заходят с рынка, ты берёшь самый дешёвый говняный инструмент. Мешь этот всратый полипропилен говняный. Им лепишь криво-косо, оно держится. О, огонь, класс. Пошёл, соседки смеситель поменял. Я так начинал. Пошёл, соседки смеситель поменял. Она тебе... Я металлопласт даже паял. Чувак, я металлопласт паял, понимаешь? Я не шучу сейчас. Так вот. Какая разница? Я не стану углубляться в подробности технические, почему ты мудак. Короче, а ты мудак трижды. Короче, не суть. Ты там такой мудила просто каноничный. Ну, не суть. То есть ты паяешь пластик, который, в принципе, паять нельзя. Он не паяется. Это уже не совсем паять. Но ты же не знаешь об этом тот момент. Да, а ты даже говоришь, ну, пластик и пластик. А я не знаю, я вижу, какая разница, труба же труба. Одна прямая, другая в бухте. Слушай, тема образования вообще больная. У меня есть друг Саша из Оренбурга. Он тоже блогер по сантехнической тематике. Он стримы любит вести. И вот мы один раз с ним сделали такой эксперимент. Стрим, человек видит экран. И так же, как сейчас, твои зрители видят меня с тобой. Только он там в Оренбурге, а я в Москве. И по скайпу, и одновременно транслируется все это в прямом эфире. И я говорю, Саня, звони у себя там в Оренбурге. По авито прям заходим. Мастер, сантехник. И прям вот по списку. Прям всех обзванивать подряд. А я прифидываюсь с заказчиком. Вы прям в эфире это делали? Да, да. Я говорю, я художник. Я говорю, я художник. Я в этом ничего не понимаю. Деньги есть. Я согласен заплатить. Я знаю, что инженерка это ответственная вещь. И что если сейчас ее по-нормальному не сделать, то я не воняю. Я не из тех заказчиков. Твою родину купил. Тут дом бревенчатый. 200 квадратов. Говорю, перекрытие первого этажа. Плита. Полы. И начинаю жирно говорить. Трубчатые радиаторы. Хочу нижнее подключение. Все нормально. Коллекторное. Я слышал лучше. Я его подогреваю, чтобы он понимал, что деньги есть. И я готов ему их отдать. А твоя задача, ты скажешь, да, без бета. Сейчас все решится. Вообще все легко. Я тебе предложу несколько вариантов, братан. Все оптимизируем. Вот. А это вопросы задавать, которые задает любой другой сантехник. Газ есть? Нет. Электричество? Сколько мощность? Туда-сюда. Ну, те вопросы, которые тебе надо знать, чтобы понимать, о чем вообще дальше разговор идет. И как ориентировать человека в стоимости, например. А я не задаю вопросов, связанных с деньгами. Потому что я порядочный заказчик. Я не спрашиваю, сколько стоит водопровод в доме. Или там отопление. И я говорю, я очень вежлив. Я говорю, ну, я понимаю, что это стоит денег. Супер тема вообще. Я понимаю, что это стоит денег. Знаете, каким было лучшее предложение, которое нам сделали? Вы 40 минут звонили? 40 минут! 40 минут прямого эфира. А я смотрю, онлайн растет, блин. У него нормальный онлайн. Тема прям топ, я сейчас слушаю. Офигенно. У него нормальный онлайн во время стрима, ну, 100 человек. Я смотрю, там уже 300 перевалило. И, короче, идет этот стрим. И лучшим предложением было то, что чувак... А, потому что все люди, которые с нами общались, все до единого называли полимерные трубы пластиковыми. Пластик, он и в Африке пластик. Что полиэтилен, что полиэтилен сшитый, что полипропилен, что это все полимеры. Пошел я нахер. Все пластик, понял? Я говорю, слушай, а вот ты называешь эти трубы пластиковые, они же полимерные. А мы угорали, естественно. Цель была такая. Мы не рынок исследовали. Цель была угорать. То есть сначала я прикидываюсь художникам-дуракам, у которого денег кур не клюют. А потом начинаю задавать вопросы, которые ставят его в тупик. Он говорит, вот, пластиком. Я говорю, а какие вы трубы будете использовать? Он говорит, ну, пластик. Я говорю, а какие пластика? Подпайку, говорит, буду. Пластик подпайку. Я говорю, в смысле, полимер? Я говорю, ну, он говорит, это же не пластик, это полимер. Это же полипропилен, сделан из пропилена. Газ пропилен из нефтепродукта, он полимеризован. Полиполимеризован. Пропилен. Полипропилен. Это прям все неоспрелки. Я ему говорю так. Я говорю, это не пластик, братик. Это вообще, ну, не то. Короче, через это я в тупик ставлю, начинаю говорить, а вот ты мне собираешься коллектор сделать. А какой ты будешь использовать? Латун или из нержавейки? И почему? Или там, ну, и так далее. Начинаю, короче, его дергать за нюансы, тонкости, моменты, мелочи, из которых состоят профессионалы. А по итогу лучшим предложением на рынке было, за 40, блядь, минут, извиняюсь за свой французский, за 40, нахуй, минут, нашелся чувак, который согласился, что? Раскидать теплый пол. Раскидать трубы теплого пола, а в коллектор завести трубы и все там расключить, это другой отдельный человек должен сделать. Сказал он мне, блядь. И это было лучшее предложение, которое я нашел. А вот есть запись этой фигни? Которое я нашел на авито. Нет, стримы он не сохраняет, потому что там много мата, и оно противоречит правилам сообщества YouTube, и если бы он их сохранял, его бы уже не было. Но так или иначе, короче, вот этот стрим, и мы так поорали, короче, я прикидывался заказчикам. Ну, короче, я понял, что тема очень любит. И мастеров на вес золота, прикинь, я не могу найти со своим сообществом мастеров, у которых руки. Ну, есть звезда еще у мастера. Слушай, смотри, спрос есть, а предложения нет. И ты можешь зайти на рынок, автоматизировать котельные, автоматизация, охренеть умно. Я тебе скажу, что ты прошаришься, если у тебя башка на месте, 2-3 недели, и ты уже начнешь в этом понимать, и ты уже можешь это делать. И ты можешь только автоматизацией котельной, в башке весь твой инструмент. Твоя услуга настолько хорошо пользуется спросом, что ты берешь денег, не стыдно, за день работы. Весь материал приносишь в кармане, и весь инструмент приносишь в кармане. За день все делаешь, получаешь бабок. Мы 20-20 заплатили. Да, человек получает комфорт, и весь год пользуется комфортом, и через год на своих счетах понимает, что он сэкономил x2, и то, что ты ему сделал сегодня, через год, эти деньги ему окупились. И он к тебе приводит своих друзей, и у тебя сарафан начинает работать. Ты не вкладываешься в рекламу, твои заказчики тебя рекламируют для тебя бесплатно. Вот только этим займись, просто оторви жопу от дивана, займись этим, почему нет. Окей, сантехник, спрос рождает предложение. Обычно рынок всегда очень чутко реагирует на спрос. Когда есть спрос, сразу же появляется предложение. А вот у нас почему-то нет такого. Сантехники на вес золота, приличный мастер хороший, способный реализовывать автономные системы. Мало их, их мало, реально мало. Я зажравшийся конь... Должен быть определенный уровень осознанности, если честно. Вообще, что касается инженерки на стройке, должен быть определенный уровень осознанности. Смотри, я в состоянии обосновать каждый свой шаг. Я сейчас покажу тебе переписку с заказчиком. Он у меня спрашивает, а почему ты все трубы прячешь в теплоизоляцию, кроме канализационной? И я ему вот так вот нахрен 20 голосовых сообщений, где я ему рассказываю о том, как что работает и где для чего, что нужно. А сейчас мне в комментариях напишут, что ее надо прятать в спиненный полиэтилен. А это неправда. И вот спрос рождает предложение, а его никто не рождает какого-то хера. И спрос есть, а мастера нет. Потому что требуется от мастера мастерство. Чего нет в Авито. За 40 минут мы не нашли мастера. Хотя, казалось бы, да. Не нужно, потому что. Видимо, потому что не нужно. Услуги кого, непонятно. Ну, это какой совет, короче. Ты рассказал нам столько душещипательных историй. А совет-то какой? Это я показываю рынок и его плачевное состояние. И что вот ты теперь, простой чувак, хочешь на этот рынок зайти. Все начинают с дерьмового паяльника, полипропилена и смесителя помененного у бабушки. Я начинал с остальных труб работать. Так вышло, что в моей жизни не я выбирал профессию, а профессия выбрала меня. У меня папа-слесарь в большую часть жизни. У меня матушка-оператор на теплоцентрале. И все, кто в моей семье есть, так или иначе, связаны с инженеркой. У меня только брат промышленной вентиляцией занимается. Ну, по семье не без урода. И суть в том, что все разговоры за столом идут об этом, понимаешь? И так или иначе, профессия выбрала меня. Она мне нравится, я ее люблю. Но вот ты, чувак, хочешь зайти, заходишь с полипропиленом и с паяльником. А я заходил, когда и их не было. Я работал стальными трубами. Я по образованию сварщик. И я варил трубы. И с этого все началось. Так совет какой? Совет? Чуваку трубы, блядь, водить? Нет, нет. Совет какой. Я закончил профессионально-техническое училище. Три года жизни были вычеркнуты. Потом два года жизни были вычеркнуты в войсках. Пять лет жизни я просто вот вытер ими жопу и вот так. Нет, что-то мне дало. Это, конечно, какой-никакой. Но опыта практически никакого. Практического опыта практически никакого. И все через боль и лишение. И лучшим делом моей жизни будет сделать то, чтобы минимизировать или исключить полностью те грабли, на которые могут наступить те, кто пойдут по моему пути. Я хочу, чтобы они шли по проторенной дорожке. Не по граблям, как я. Не через боль и лишение. А используя мой опыт. Через это я спокойно отдаю все, что знаю, используя свой YouTube-канал. Согласен. Но опять же, вот смотри. Я всегда за позицию вин-вин. Я понимаю, про что ты говоришь. Я всегда за позицию, что... Есть проблема, есть решение. И я знаю несколько способов решения проблемы. А вот ты знаешь методы по разработке способов решения проблемы. Слово метод у меня ассоциируется с тобой. Метод, методичность, методика, разработка метода или метод по разработке способов решения проблемы. У меня проблема, я хочу стать профессионалом. А ты в состоянии методично разработать метод по решению этой проблемы. Ты ассоциируешь меня со словом метод. И теперь, братан, самое время написать в комментариях тайм-код вот на это место, где я лососнул тунца господину основному бенефицеру, да. Ну да, за это тебе низкий поклон, потому что реально я этому научился. Вот не соврать год назад, я смотрю там анонс на порядок выше, там у вас был марафон, да, я в нем не участвовал, я его не видел лично, я ничего об этом не знаю, кроме того, что... Я такой думаю, а, инфо-цыган там продает билеты на шоу там какое-нибудь и так далее. Так я относился к этому, так же, как и, кстати, большинство твоих зрителей, судясь по комментариям. А я как блогер смотрю ролики, я смотрю его на скорости x2, при этом смотрю метод данные, смотрю комментарии, смотрю соотношение лайков-дизлайков, тогда это можно было делать, смотрю на просмотры. Все то, что делает блогер, это уже просто на подкорке. И реакцию аудитории на это все. И я так или иначе все равно сформирую свое мнение на том, что меня окружает. Комментарии, да. Люди, которые формируют мнение. Это люди, которые пишут в комментарии. Те, кто сейчас пишут о том, какой я... Ну ладно. И получается, что вот я так и думал, понимаешь, до тех пор, пока не увидел метод. Метод по разработке того или иного. И вот командную эту работу. И вот это метод, слово методичность. Это было сейчас двойным заглотом, ребят, как вы поняли. Короче, о чем вопрос-то был, кстати? Что делать молодому пацану, который нас смотрит? Молодой парень откосил от армии. Или молодой... 18 лет. Или молодой пацан отслужил в армии 20 лет. Ой, сейчас год служит, да? Ну, 19 лет. И вот он не знает, куда податься. Ему бы хотелось быть профессионалом. Он хочет ассоциировать себя с какой-то мужской профессией, с каким-то чем-то. Он хочет быть нужным. Хочет быть востребованным. Во все времена. Украина, не Украина, кризис, там все хочешь. Чтобы сидеть и чтобы всегда работа была. Чтобы ты вернулся домой к своей жене, будущей или настоящей, с деньгами в кармане. И чтобы она была спокойна в завтрашнем дне. Чтобы у тебя была работа. Чтобы ты был востребован, чтобы тебя ценили. А дальше ты уже... Какой длинный совет. Да. И вот что сделать, чтобы учиться. Учиться надо. Учиться, но не идти по моему пути. Мой путь... Вот самый... Я просто максимально развернутый хочу ответить на этот вопрос, потому что он охренеть важный. На самом деле, я очень правильный вопрос. И ты очень хорошо его задал. Куча, сотни граблей, на которые я наступил, которые мне каждый раз прилетали. Куда они обычно прилетали? Я и задом бывал, на них сдавал тоже по-всякому. На них нарывался разными позами. Не суть. Так ты сбросал про самый большой косяк. Это всего лишь стекло разбили. Нет, это просто вчера было. Самое свежее, что было в памяти. А так-то я скажу... Если я тебе расскажу, там такие были. Вот, короче, не суть. Суть в том, что учиться, и как бы мне не наступить на эти грабли. Учиться у меня. Ребята, вот смотрите YouTube и нагревайтесь им. Там реально есть полезные советы. Чувак из инженерного профиля выкладывает видео, где говорит, типа, дренаж от кондиционера. Да вон, в бачок инсталляции воткните, и все. Ему в комментариях пишут. Охренеть, ты Америку открыл. Виталян нам уже об этом рассказывал. Чувак, у меня в заваридоме так сделано. Вот. Мы это придумали сами с Женей. Нет, это решение, которое есть в технической документации ТЦ. Черт, блин. Да. А мы ее не читали. А ты знал, что электрокотел это всего лишь электрочайник, который хоть на потолок можно налепить? Никакие нормы газовые на него не распространяются. А вот и нет. Прикинь, сейчас все такие, да ну на. В смысле? Ты знал, что по нормам от верха котла до потолка должно быть минимум полметра. А знаешь, с чем связано это норма? Даже электрическим. Да, электрический котел. А знаешь, с чем это связано? А хер его знает, я не знаю. Я не знаю. Не, ну вот батареи, которые в... То ли это пожарная какая-то норма. Подожди, 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 вот эти на лестничных клетках батареи сверху. Возле потолка? Да. А, это пожарная норма, когда ты убегаешь в дыму. Война в Крыму, все в дыму, ни хрена не видно, ты в панике убегаешь, ты не должен за него... Это ты мне рассказал, я офигел, когда ты мне рассказал. Да, да. А я всю жизнь ходил и думал... Почему на лестничных марках? Почему они там, что это за дебил, сантехника? Что это за дебил? А еще старые вот эти трубы, все вареные такие, я еще всегда ходил и думал, что это за дебил? Ну это, кстати, относительно новая норма, потому что в старом фонде под окнами радиаторы установлены. Это относительно новая норма, и она именно связана с пожарной безопасностью. Но не суть. И смотри, сколько тонкостей и нюансов профессионал состоит из мелочей, как тебе стать профессионалом, и как тебе к этому прийти, и как тебе быть... Комьюнити. Учиться, учиться. И прямо сейчас... О, вот он этот тайм-код, где я заглатываю двойным заклотом. Лососнул тунца у Рувима Адамовича. Вот это да. Мы с Рувимом Адамовичем последние полгода вместе работаем над образовательной программой, о которой мне запрещено говорить на камеру. Я понял, да. Вот, где все это будет. И раз ты, братик, подписан на этот канал, значит, ты сейчас поставил колокольчик, чтобы не пропустить все то, что ты, вероятно, можешь пропустить. А такое вообще нельзя пропускать. Полгода. Шесть нахуй месяцев. Шесть, блядь, месяцев подряд. Я и вот этот молодой челмодан, мы каждый божий день, каждый божий день, каждый ёбаный божий день работаем над этим. И еще минимум пару лет. Я не могу фамилии называть. Короче, те люди, которые объединяются здесь, и все то, что объединяется здесь, все самое лучшее и все самые лучшие в одном месте. И когда такие люди объединяются в одно целое, в один большой круг. Анастасия, я понял. Да, говорит Мадамович, что раз такое произошло, сделать то, что делают все, мы просто права не имеем. И я согласен категорически. И образовательное что-то, обучающее что-то, что убережет тебя от тех граблей, на которые наступал я. А это были очень дорогие грабли в моей жизни. Я очень много потерял денег. Ну давай, про косички, расскажи про косички. Времени, времени. Давай, сейчас 10 минут еще и все, и мы заканчиваем. Времени моей жизни, которая мне никто никогда теперь не вернет. Я его проебал бездарно. Будь я со своей головой тогда, будь я... А тому Богу известно, что было бы тогда сейчас со мной нынешним, понимаешь? А у меня тогда не было головы, и мне ниоткуда было ее взять, и это большая проблема. У меня так же было. Сейчас я работаю так, что если мы берем какой-то заказ, то есть чтобы от нас отказались, это крайне редкая история. А когда я начинал, я приходил, я рассказывал, 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 и на меня даже не то, что не перезванивали, а вообще чуть ли не в блог ставили. Я не понимал, почему. Ну то есть понимаешь, а сейчас сильно изменилось время, потому что я по-другому совершенно говорю, совершенно по-другому делаю. А ты своей речью даешь понять, что ты компетентен в вопросе, как минимум. А не раскидаю тебе трубы, а кто-нибудь там потом, блядь, подключит, отъебисит меня. Я, говорит, раскидаю тебе трубы. В общем, я думаю, что у нас будет часть 2, да, будет у нас часть 2, скорее всего. Почитаем комментарии. Такая же будет, мне не влог. Я уже знаю, да я уже вижу, что это будет однозначно, поэтому накидываем в комментарии все. Вот это был Виталян, будни сантехника. Я думаю, у нас будет подкаст номер 2 через какое-то время. Вот, мы еще обязательно поговорим, накидывайте вопросы нам. Подписываемся на канал. Колокольчик обязательно. И Кокулю в комментариях. Кокулю, ребята, участники секты сантехников, полипропиленщиков, надо самоидентифицироваться через Кокулю в Кокулю. Я должен всех увидеть, своих братишков. Ну и как бы естественно, естественно, если мы это видео выпускаем до Дня строителей, я думаю, добро пожаловать к нам на День строителей, будет там много всего интересного. В этом году мы собираемся сделать, если честно, бомбу. То есть в этом году... Бомба в прошлом году была, а в этом году будет атомная бомба. В этом году будет очень интересное мероприятие. Я думаю, что анонс уже вышел к тому времени, когда вышел подкаст. Я там буду, ребят, тоже. Мы вместе потусим, вместе побазарим. Вопросы есть. Ну только не спрашивайте меня про обратный клапан, отъебитесь от меня. А вот просто пообщаться. Это праздник. Предлагаю этот праздник вместе отмечать. Вот, собственно говоря, и все. Ни больше, ни меньше. Мы ожиремся там прям... Вот так примерно. Ну и в таком духе, да. Как минимум. Все. Это для начала, нахрен. Да. Всем пока, до новых встреч. Попробуй заставь меня заткнуться, конечно же. На сегодня хватит. Нет. Нет, нифига еще не все сказал. Я как тот тигр. Ну хорошо, давай. У тебя еще есть пять минут, окей, давай. Как тот попугай указану. Знаешь, я и здесь молчать не буду. Тигру не накладывают мясо. Все, ладно. На самом деле, ребят, я сейчас... Вы видите экран моего телефона. И вот я сейчас включаю запись и показываю вам, сколько людей участвуют во всем этом действии. Понимаете? Что на самом деле работа командная. Нет, это еще не все. Еще здесь не все. Вот прямо сейчас, для того, чтобы вы это посмотрели, все эти люди... И я ваш покорный слагаю, этот рукожоп. Все мы участвовали, все мы старались для того, чтобы ты кайфанул, братишка. Скоростал свой досуг. Да, лежа на раскладушечке, рядом с заваренным дошираком, под вечерочек, там, скоротал свое время. И чтоб тебе было по кайфу. Ну а раз так, если мы тебе смогли все-таки угодить, лайкосик, под видосик, Лукашенко, там. Все, 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 все. Всем пока. Всем пока. Ох, хорошо было.